Какое хорошее лето, холодное лето 2017 года, хотя будем говорить, что на улице июль и будем надеяться, этот июль даст нам возможность поплавать Я плавать очень сильно люблю, особенно зная где Но сегодня мы поговорим немножко не об этом Помнится мысль была кое-что об другом Кое об чем об другом, сейчас я расскажу Почему я так давным-давно работаю с автомобилями, да я умею делать все Недавно Chrysler разобрал целиком, полностью, сам, своими силами, своими руками Ну есть кое-где в мозге, так вот откуда все это дело началось Давайте вспомним историю вопросов Так все это началось с того момента, когда я прочитал Чук и Гек В смысле не знайка, понимаете, Чук и Гек это будет чуть позже Так вот, самая другая моя тема возникшая, после того, как я прочитал следующее произведение Не знайка на Луне, был американский автомобиль То есть 4 пары V12, хорошая машина, навороченная, навороченная Но вернувшись к Чук и Геку, вспомнив об этом Кто у них там все это делал, чинил Так вот, чинили все, Чук и Гек А-а-а, что-то забыли и не прочитали Ну постарайтесь, прочтите, и вы поймете И вот сегодня мы об Чук и Геке поговорим с вами И где мы с вами переговорим? Мы приехали на улицу Клинки 022 Здесь есть авторазбор Так вот, Чук и Геке, давайте попробуем из дешевых материалов Собрать себе то, на что вы хотели бы потратить бешеное количество денег Так вот, возвращаясь, и к кому вы приехали сюда Мы приехали на самую старую автомобильную разборку города Магнитогорска Тридевятки Другие есть, но не в том количестве и не то качество Что здесь есть? Ну вы помните, да, о чем мы говорим О том, что вам нет необходимости двигатель старый ставить Понимаете? Ну такое случилось, да, немножко проехали Что-то случилось где-то там Возможно вы взяли чужой двигатель А потом, ну, проблемки Проблемки какие? То есть есть вариант Попробуйте его разобрать Но маленький вопросик возникает У нас нет людей, которые могут ваши двигатели хорошо разобрать Представляете, да? Ну, вы представляете, да, о чем я говорю? То есть даже Дырочки Где шатунные ходят Они не смогут сделать правильно Везде будет какой-то эллипс Оно вам нужно Когда вы можете приехать сюда Посмотрите количество двигателей Да огромное количество Представляете? Просто берете себе двигатель и ставите Ну, если вы же все-таки чук и гек То вы можете себе поставить и кое-что другое А можете и то же самое Никаких проблем нету Каковы машины, таковы кресла Не в каждой машине кресла изумительные Поверьте мне Но мы же хотим себе изумительное кресло взять То есть так же сюда приезжают разные машины Как вы прекрасно понимаете, где я нахожусь? Я нахожусь в помещении с крышей Прокатившись по городу Я видел, что есть авторасборки Без крыши, без всего Представляете? Сидушки там стоят И они уже такие, знаете Набокшие И все остальное Даже не ставите Это как вам надо еще подумать Здесь все Под крышей Сидение Вперед с песней Вот То бишь Мы сейчас о чем говорим? О сидении Потому что без сидений Путешествие в машине Длительное путешествие в машине Становится, ну, не самым красивым Ну, не в каждой машине есть замечательные сидушки То есть, допустим, берем Ну, допустим Американцы И вообще В них можно жить, по сути, с собой Европа Практически А Япония Вот они, по сути, с собой Расстояние не сильно большое Поверьте мне А сама Япония Это такая большая страна Ну, вот А там хотелось бы Поехать подольше Куда-нибудь До Владивостока, да Там немножко сложно Так, приехали сюда Взяли себе сидушки Переставили Ну, для этого Вам необходимо включить То, чем мы сегодня говорили То есть, если вы чук и гек Вы в любом случае Сидушки себе поставите Хе Ну, вот за этим Вообще никуда ехать не надо То есть, мы говорим О авторазборе Авторазбор На улице Клинкерной 22 Глушителя Знаете? Очень хорошая тема Так вот Господа мои Есть у нас такие глушителя Которые Которые вам изготавают И говорят, что все будет круто И наворочено Я говорю, пацаны Вообще И мальчики И девочки Если что-то случилось Если что-то где-то отвалилось Вот Никуда дальше ехать-то не надо Покупайте здесь Все это красиво Вытачивается Делается Поверьте мне Когда есть трубы Что такое трубы? Труба Это Обыкновенная труба Она гнется Никаких проблем нет Мало того Есть же различные трубы Можно что-то приспособить И по сути события Когда вы что-то сильно захотите Вы можете себе Все это здесь и сделать Ну или в конце концов Купить То есть по сути события Если вам нужны глушителя Ехать никуда Никуда Абсолютно Не надо приезжать сюда На улицу Клинкерной 22 Какая красота Какая красота Сейчас я зайду сюда И вам покажу Ну как я Так как я уже старый Чукагек То есть свои машины Я так же полностью Сам разбираю Полностью сам делаю Вот Тема будет весьма Очевидная То есть в принципе Что для меня хорошо Когда мы говорим О топливных насосах Топливных насосах Вот посмотрите Их сколько Штук 100 Представляете Топливный насос Целиком ставите И дальше продолжаете ездить Вам даже не надо Менять внутренние насосы Понимаете? Я-то что сейчас делаю Я меняю По одной простой причине На все свои машины Сейчас ставлю Замечательный Десяточный насос Он нормально работает Никаких проблем нет Все в принципе нормально Но единственное Что его приходится Иногда менять Ну где-то так Раз в 75 тысяч километров На замену Нет Желания менять Во Пожалуйста Дальше Вот сюда подойдем Вот здесь привода стоит Да? Ну хорошо Договорились Я сейчас возьму этот привод Я сейчас просто объясню Сколько такой привод стоит Если вы все это дело покупаете Да? То есть Две гранаты Одна и вторая граната Долларов по 200 По 300 А пересчитайте Или сами поймете О чем речь идет Ну в некоторых случаях Целиком Все что делается Здесь стоит совершенно Другие деньги Вот Приветствую Люди покупают Неверенно Так вот здесь Целиком Все гранаты Начинаются от 1000 рублей Клево Может и сами пересчит Так я не знаю То есть они И дальше будут ехать Какие проблемы Просто поменяли новые Ну самая топовая Граната Это 15 тысяч рублей Это еще надо поискать Ладно Не в том что дело Это руки А потом помоют Вот Обращаясь В эту сторону Ну вот Сейчас Будет жестко Потому что Сначала было жестко Тому кто вам предлагал Глушителя Понимаете Я зашел Там такие цены были Весьма интересные Ну может быть Пожалуйста Если вы хотите Вот речки То же самое Да Они часто случаются Иногда рейки бегут Куда приезжаем Приезжаем Опять же сюда Покупаем рейки Целиком И внутренние И наружные Шаровые опоры Творно все здесь есть Просто Ставить и все Не совсем я понимаю Но есть тема Кондиционеры Если честно Мне больше нравится Когда в машине Тепло Я прекрасно понимаю Что 9 месяцев У нас это зима Но в случае чего Есть кондиционеры Разные Причем На старые машины В принципе Кондиционеры Они по сути Все достаточно Похожи И даже на старые Автомобили Вы можете себе Кондиционер поставить И продолжать ездить Как-то круто А вот так вот Круто То есть куда мы еще едем Я не предполагаю Что вам куда-то ехать надо Приезжайте сюда На улицу Клинтону И 22 Так вот Теперь про другое Случается Случается и такое Что у вас Радиаторы бегут Вот у меня такое случилось Вроде машина Без ударов была Ни одна Ни вторая машина Они без ударов Я никогда их не бил Ну хлоп-хлоп-хлоп-хлоп Что делать Что делать Вариант номер один Купить радиатор А если честно Я радиаторы Покупаю по ebay Другой вопрос Почему бы сюда не приехать И не взять здесь радиатор По одной простой причине Ну вы же прекрасно понимаете Что это авторазбор Да Вы даже можете взять себе Практически то же самое радиатор Ну плюс-минус Спокойненько его поставить Шланги есть Естественно Ставите шланги И продолжайте эксплуатировать Теперь другой вопрос А радиатор должен иметь Систему охлаждения Это вентиляторы Ну это уже я не знаю Для кого Мы же говорим Про чук и гяков То есть любой радиатор Так же легко крепится Вопросов никаких Быть у вас не должно То есть Ну не хотите попадать на деньги Приезжайте сюда За копейки просто сидел Все покупаете И ездите дальше Теперь Продолжение вопроса Если мы говорим Про лепедричество Про электричество Естественно Вот Электричество должно Вырабатываться И двигатель должен заводиться И то и другое Это либо стартер Либо генератор Так все нормально За моей спиной Все нормально За моей спиной Если честно Количество стартеров И генераторов Да боже мой Ну сколько угодно Можно говорить Не говоря о том Что здесь есть еще И приводы для кондиционеров Которые я вам сначала Показывал Не говоря о том Что здесь есть Блоки управления двигателями Вот тоже Посмотрите Сколько их Да и кроме всего прочего Гидроусилители Сами насосы Они тоже здесь есть Маячуки геки Маячуки геки Мы пошли на второй этаж Здесь естественно Все новое Все новое И не только новое Кстати Потому что здесь тоже есть И бушные вещи Если вы сильно-сильно Хотите Берите себе новое Если что-то не получилось Допустим Боковые стекла И зеркала Как взять-то Знаете сколько они стоят Кошмар Ну вот здесь они есть В большом количестве Элементы оптики Естественно То же самое Вот я В своих руках Держу подушку безопасности Сейчас ее Вы даже не знаете Что такое подушка безопасности Я ее разворачиваю Вот сюда Видите да Здесь два контактика Всего два контактика То есть Бывает такое Заехали куда-то Хорошо Колесом зацепили И вдруг Внезапно Оказывается Что подушки безопасности Они прям Раскрылись Перед вами Такое случается Ну это Россия Что же вы хотите Кстати Такие случаются Случаи Не только в Магнитогорске Это так же и везде Заехали куда-то Хоп Подушки безопасности Выскочили Что делать Что делать Ехать сюда Покупать здесь Подушки безопасности На все последние модели Они здесь Есть Понимаете Да Просто взяли Купили Поставили И забыли Про все это дело Еще раз объясню Вот Два контактика Всего Туда не надо Ничего добавлять Ладно Не надо прыгать на них А то я посмотрел Понимаете Как люди прыгают Не надо Просто поменяли Все остальное Берите Есть В отличном Количестве Все это здесь То есть Куда ехать Ну по сути События Если у вас есть Голова И мысли И руки Другого места По крайней мере Для вас Я не вижу Ну так вот Чуки и геки А по сути Мы говорим Не про вас Мы говорим Про обыкновенных Магнитогорцев Которые могут себе позволить И за дорого Купить себе И восстановить себе Любой автомобиль То есть Посмотрите Мы вам все дело Показали То есть Практически Если вы что-то Хотели бы сделать Цена просто Не такая уж и большая Все что угодно Здесь есть Представляете Покупайте себе Шрусы Которые стоят Копейки Ну в действительности Покупайте себе Радиаторы Которые тоже Здесь не сильно Дорого стоят Покупайте здесь Вентиляторы Для печки Они тоже здесь есть Покупайте здесь Топровые насосы И это есть В общем Здесь есть много чего То что Очень необходимо Поставить в ваш автомобиль Потому что Здесь есть все Потому что Это авторазбор Топровые насосы